Странно просто звучит, почему ты не переехал в Германию, как будто бы целью всех людей в этом мире является переезд в Германию. Времени суток. Всем, Тумсо, я видел в сети твои фото, сделанные с девушками в бане, сигаретами, пивом. Тумсо, слышал, что Кадыров снова в Москву полетел. Ну да, я видел эти сообщения. Я вообще думаю, что он, скорее всего, все-таки подхватил этот вирус. И, по всей видимости, проходит сейчас курс лечения от него. Единственное, что мне непонятно, почему они из этого делают этот спектакль. Почему просто не сказать, да, как бы, ну, заразился, поехал лечиться. Зачем нужен этот спектакль? Саламу алейкум, Тумсо. Почему в Германию не переехал, чем Швеция лучше или безопаснее, чем Швеция лучше или безопаснее? Валейкум ассалам. Ильяс, я не знаю, почему ты задал мне такой вопрос. Ну, странно просто звучит, почему ты не переехал в Германию, как будто бы целью всех людей в этом мире является переезд в Германию. То есть, ну, я не знаю, зачем я должен был ехать в Германию, как бы, что меня должно было повезти именно в Германию. На тот момент просто меня, я оценил, как бы, все плюсы и минусы, и получилось так, что я попал в Швецию. Я не могу раскрывать всех моментов, но на то были, как бы, свои причины. Германия неплохая страна, но, как вы видите, там находится мой брат, моя мать, и, понимая на все сто процентов, что они нуждаются в убежище, им его не предоставляет Германия. Поэтому, почему я должен был бы вообще рассматривать Германию как страну для переезда, я не знаю, почему вы задаете мне такой вопрос. Что меня может расположить в сторону Германии? Мне кажется, русские националисты, те, которые из-за отделения Руси, не так уж и плохи в том плане, что если они придут к власти в России, то Чечня и другие мусульманские по своей сути регионы смогут стать независимыми. Что скажешь по этому поводу? Может чеченцам подружиться с ними? Ты знаешь, национализм, он в своей основе является мерзостью. И это очень опасная вещь. Заигрывать с национализмом очень опасно. Гитлер, приходя к власти, тоже не шашкой не махал и не говорил, что он пришел для того, чтобы уничтожить всех евреев и развязать Вторую мировую войну. Там тоже все начиналось не так. И поэтому это вещи, с которыми нужно быть очень осторожным и заигрывать с ними ни в коем случае нельзя. Нужно дружить не с националистами, а дружить нужно с нормальными людьми, которых немало среди русских, как и среди любых других народов. Поэтому здесь чеченцам, конечно, мы на это все должны смотреть со стороны. Это, безусловно, в первую очередь проблема россиян. Кто у них будет во главе, какие политические силы будут преобладать. Но в то же время мы должны понимать, что приди к власти какие-то отморозки, нам от этого легче не станет. Нам будет сложнее. Нам все равно придется с ними как-то жить, с ними работать. Кто такие националисты? Может быть, это патриоты своего государства? Что плохого в подданности своему государству и его защите? Чахар Дадаев был героем своей родины. Нет, националисты, они могут быть и патриоты своей родины. Это просто разные вещи, как бы быть националистом. Будучи националистом, можно быть патриотом своей родины. Националисты – это те люди, которые возвышаются над другими народами из-за своего происхождения. Это люди, их называют националистами. Националисты – от слова национализм. Те люди, в которых присутствует национализм. А национализм – это проявление превосходства из-за своего происхождения. Ты путаешь нацизм и национализм. Другой пишет, нацизм и национализм – это разные вещи. Вот я читаю вас и думаю, мы с вами вообще в одном мире живем. Неужели так тяжело эти вещи понять? Вроде бы есть интернет, но загуглите просто, загуглите нацизм. Посмотрите, что это – фашизм. Откуда это взялось? Поймите, что такое национализм. Конечно, это не разные вещи, это одно и то же. Просто фашизм – это крайность национализма. Понимаете? Когда национализм уже перешел, набрал все свои обороты и раскрылся полностью. Это называется фашизмом. Нацизм – это вообще не явление. Нацизм – это эпитет, который нарекли фашистскую Германию. Начали говорить о ней как о нацизме. А так вообще на самом деле такого явления не существует, как нацизм. Понимаете? То есть есть фашизм, есть национализм. А нацизм – это просто как бы нацистами назвали гитлеровскую. Ну вот эти вот политиков, армию гитлеровскую. Их просто назвали так, нацистами. А есть понятие национализм. Вот это правильное определение всего этого. Ас-саламу алейкум, бисмиллях, билланзур, алейкум, саламу, армхам, аркад, баракаллаху фигг, без имени. Нурбаганда в свое время произнес фразу «работайте, братья, перед тем, как его убили». Речь шла о работе в дагестанской полиции. Тогда это вызвало резонанс. И я тоже считаю, что ты плаваешь в наци-терминологии. То, что он произнес, это я знаю. Там было, если это, в смысле, это вы называете поступком? Просто до этого был вопрос, как ты относишься к поступку Нурбагандова. Поступок – это то, что он сказал «работайте, братья». Как я к этому отношусь? Да плевать, как к этому можно относиться. Просто плевать на это. Они и без него как бы работали. Понятно, что они будут работать. По поводу терминологии, ну, здесь, ладно, вы можете считать, как вам удобно. Далее, Ровер. Кадыров говорит, сегодняшний день человек, который берет отпуск или больничный и идет домой спать. Такой человек завтра не имеет права говорить, что он на пути Ахмата. Интересно. А ты где гулял эти две недели, Кадыров? Ты второй после Кандагара, который взял больничный. Привет, Тумсо. Тебя уже спрашивали за твою оценку поступка Магомеда Нурбагандова. А что за поступок? В чем его поступок? Нурбагандов в свое время произнес фразу «работайте, братья, перед тем, как его убили». Речь шла о работе в дагестанской полиции. Тогда это вызвало резонанс. И я тоже считаю, что ты плаваешь в терминологии. То, что он произнес, это я знаю. Там было, если это, в смысле, это вы называете поступком? Просто до этого был вопрос, как ты относишься к поступку Нурбагандова. Поступок – это то, что он сказал «работайте, братья». Как я к этому отношусь? Да плевать, как к этому можно относиться. Просто плевать на это. Они без него как бы работали. Понятно, что они будут работать. По поводу терминологии, ну, здесь, ладно, вы можете считать, как вам удобно. Так, чел, человек, Ахмат Сила говорит. Я тебе рекомендую посмотреть ролик Анзора предпоследний, по-моему, насчет Ахмат Сила. Он там дает пояснение, что является силой. Мне непонятно, почему ты всячески оправдываешь типов, типа Анзора из Вены. Типа он, конечно, урод, но он наш урод. А где я его… Во-первых, в чем его мне должен оправдать? И где я что-то про него говорил, типа он урод, но он наш урод? Где я такое говорил? Желаешь смерти Кадырову? Слушай, в идеале я бы, конечно, желал, чтобы он предстал перед судом. Но смерть Кадырова тоже, наверное, был бы неплохим исходом. Да, скорее желаю. Буду искренним с тобой, да. Халид Тумсо, ты пожалел о своих словах про то, что в Чечне больше разрата, чем в Польше? Я, во-первых, не так сказал. Я сказал, можно вернуться к моим словам, как это было сказано. У меня вообще нет привычки никогда что-то подчищать из моих слов. И то, что я тогда сказал, я могу это повторить и сейчас. Ни о чем не жалел. Нельзя пожалеть о правде. Если ты говоришь правду, то ты не можешь о ней пожалеть. Доброго времени суток. Всем Тумсо. Я видел в сети твои фото, сделанные с девушками в бане, сигаретами, пивом. Это фотошоп. Но если ты такие фото видел, то это фотошоп. У меня нет никаких фотографий с девушками в бане, сигаретами, пивом. Наверное, это фотошоп. Субтитры подогнал Игорь Негода.